В Азербайджанском культурном центре в Афуле прошла встреча с известным кинорежиссером и сценаристом, выпускником Всесоюзного государственного института кинематографии Ефимом Абрамовым. Говорят, что я единственный горский еврей, который закончил режиссерский факультет в ГИКО. Я горжусь, и мне приятно. Я думаю, что, может быть, это и так, но я надеюсь, что все-таки будут ребята. А горские евреи в Абгике учились. Он родился и вырос в Баку, в семье горских евреев. Профессиональное высшее образование получил в Москве. Сейчас с семьей живет в Израиле, в городе Аждот. До приезда на родину праотцов Ефим Абрамов успешно развивал свои профессиональные навыки в области кинематографии на студии «Азербайджанфильм». Актер, режиссер и сценарист Ефим Абрамов воплотил свой талант в такие замечательные киноленты, как «Под небом Героны», «Старики-старики», «Заводила», «Анекдот», «Глазами призрака», «Кофе с лимоном», «Частный визит в немецкую клинику» и другие. Комсомолист Дюминамена под Комиссаром художественного училища. На счету кинематографиста также и документальный фильм «Письмо к другу» о подвиге национального героя Азербайджана, горского еврея Альберта Агарунова, отдавшего свою жизнью в боях за Нагорный Карабах. Альберт Агарунов, Азербайджанин мили герман. Я бесконечно скучаю по своему городу. Я последние 7-8 лет там очень активно работал, как сценарист. И ситуация была такая, что Министерство культуры Азербайджана приняло решение снять 20 коротких 10-минутных фильмов документальных о героях Азербайджана. Среди этих героев был горский еврей Альберт Агарунов. Субтитры создавал DimaTorzok На вечере Ефим Абрамов рассказал о талантливых актерах и режиссерах, с которыми ему довелось работать. Среди них Александр Панкратов-Черный, Игорь Таланкин, Юлий Гусман и другие. Режиссер также поведал об интересных эпизодах из своей жизни. Наиболее ярким и впечатляющим событием оказалась история его двух встреч с бывшим главой Азербайджанской республики Гейдаром Алиевым. Молодой студент ВГИКа Ефим Абрамов был поражен феноменальной памятью, необычной проницательностью, острым умом и редкостной осведомленностью Гейдара Алиева. Это был человек, выдающий со способностями. Я говорю совершенно ответственно. Поверьте мне, мне 67 лет. Я боюсь до сегодняшнего дня что-то забыть. Я никогда не записывал своих мыслей. Я пытаюсь запоминать телефоны и так далее. Но этот человек запоминал движение руки. Ефим Абрамов рассказал о своей семье, друзьях, но пока оставил в тайне свои планы на будущее. Отметим, что данное мероприятие было организовано Азербайджанским культурным центром Международной ассоциации Азиз при поддержке фонда Гейдара Алиева и управлении абсорбцией муниципалитета города Афула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова